Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и это полный обзор геймпада Xbox Series. В этом видеоролике постараюсь рассказать об этом геймпаде абсолютно все, чтобы те, кто не имели данный геймпад, поняли, каков он. Расскажу о своих впечатлениях, ну а также просто сравню этот геймпад со старым. Надеюсь, этот видеоролик вы реально оцените и поставите лайк, поскольку я старался над ним, я попытался сделать его мега информативным. И да, советую его смотреть до конца для целостной картины. Видос, кстати, будет интересен даже тем, наверное, кто геймпад приобрел, поскольку в этом видео он может услышать просто альтернативную точку зрения. Если вы вдруг будете с чем-то не согласны, то напишите об этом в комментариях. Как всегда, перед началом видеоролика попрошу поставить лайк, подписаться на канал, ну а также ловите промокодик на онлайн кинотеатр ОККО, который подарит вам 60 дней подписки Оптимум за 1 рубль. Ну а также напишите в комментариях, как вам геймпад от Xbox Series и давайте начнем. Начну с того, что весь цикл восьмого поколения консолей я, по сути, играл на геймпаде Xbox One. Играл я на них практически каждый день и, честно, я даже не представлял, как можно улучшить геймпад и сделать его еще удобнее. С первого взгляда на новый геймпад, мне показалось, что в нем мало изменений, но это было лишь на первый взгляд. Если по факту, то внешне данный геймпад практически ничем не отличается от геймпада Xbox One. Но на самом деле здесь изменений достаточно и они мне показались весьма ощутимыми. Сразу скажу, что те, кто играли там по вечерам лишь несколько раз в неделю, данных изменений, скорее всего, не ощутят. Но до того, как вы услышите мое мнение, хочу отметить, что у меня есть игровое кресло, вот такой вот силиконовый браслетик. Да и вообще, практически всю жизнь я играл на геймпадах, поэтому можете мне доверять. Итак, начну с формы. С самого первого показа данного геймпада майки сказали, что они изменили форму и она стала еще удобнее. Я сначала не поверил, но это действительно так. Форма действительно потерпела изменения, на вид это определить очень сложно и даже при первых тестах не очень понятно. Но протестировав его несколько дней и взяв контроллер Xbox One, ты понимаешь, что они немножко разные. Чувствуется это за счет того, что геймпад Xbox Series имеет меньший размер рукояти и чуть, наверное, увесистее. Форма лично для меня стала удобнее и после 6 часов игры у меня он будто приклеился к рукам. Единственное, что у меня вызвало немного дискомфорт в начале, только лишь в начале, так это немножко другая форма около курков. Сразу напоминаю, что это детальный обзор, поэтому не удивляйте, что я обращаю на такие мелочи внимание. Но для кого-то это может быть реально важно. Так вот, на старых геймпадах тут поверхность весьма плоская, что дает вам без каких-либо проблем положить палец и играть. Я раньше геймпад хватал как можно выше, чтобы без усилий контролить курки, тут же форма стала более круглой и, наверное, скажу вам, больше угловой. И из-за этого первое время было не очень удобно играть, поскольку в палец будто что-то упиралось. В итоге, когда я привык к форме и взял геймпад чуть по-другому, проблема ушла. Текстура в виде персиков, которая расположена на этих рукоятих, кто знает тот поймет, ощущается приятно, но для тех, у кого чувствительные руки, тот, кто не любит трогать персики, не все так плачевно. Моей Насте, которая также чувствует некое био персиков, сказал, что вполне нормально. Да, есть эффект, но не настолько огромный, что придавать этому значение. Материал геймпада, кстати, совершенно другой и это просто офигенные изменения. Я не могу сказать, что это за материал, может быть тот же пластик, но он ощущается намного приятнее и дороже. После геймпада Xbox Series X, геймпад Xbox One, ну, кажется, наверное, а-ля китайской подделкой. Это, опять же, сложно представить, типа я считал, что геймпад Xbox One, ну, просто идеальный, но по качеству и форме мне понравился больше этот. Правда, вам говорю, эти геймпады кажутся уже какими-то большими и непонятно пустыми. Кстати, сборка геймпада очень порадовала, ничего не скрипит, все держится очень стойко, но это все проверяется со временем, так же, как и скрип курков. Для тех, кто не знал, геймпады Xbox One действительно могли скрипеть в курках, я даже видос записывал о этом. Нужно было просто очень сильно дуть в это отверстие и, по сути, скрип пропадал. На данном геймпаде данная проблема пока не обнаружена, но со временем проверим. Бампера и курки. Функционал остался тот же в плане вибромоторчиков, но, опять же, материал изменился и, на мой взгляд, стал более дорогой. Плюс появились вот такие вот пупырки и лично мне они зашли и также придали цепкость. Единственная придирка у меня тут была к памперам. Лично я к ним тоже привыкал, поскольку они намного туже, чем на геймпадах Xbox One. Первые минуты игры я прям вот на них нажимал, вот прям реально нажимал. Это, конечно, странно звучит, но делаю я это с небольшим усилием. Просто играя в гирю на старых геймпадах, чтобы перезарядиться, мне нужно было просто вот, грубо говоря, приподнять палец и с легкостью перезарядиться. На новом геймпаде мне нужно прям вот нажать, прям приложить усилие, я понимаю, что это не критично, но, опять же, это требует чуть больше усилий, нежели на старом геймпаде. А у курков мне, по сути, показался точно такой же ход. Что касаемо данных кнопок, A, B, Y, X, они прям такие же. А вот что касаемо крестовины, она получилась тут гибридная, напоминающая крестовину от элитного контроллера и от контроллера Xbox 360. Данная кнопка, это, пожалуй, одна из самых обсуждаемых и весомых изменений. В начале она мне показалась удобной, ну, тогда, когда я просто начал ее нажимать. Кстати, она очень отзывчивая. Но когда я сыграл в Мартуху, я понял, что я не могу комфортно перепрыгивать через соперника. И лично я не понял смысла в том, зачем крестовину сделали именно такой. Раньше крестовина, на мой взгляд, была лучше, и это заключалось в том, что она была очень хорошо разделена. Но самое главное это то, что нажимая, к примеру, на северо-запад, это было сделать удобно и приятно, поскольку вся эта часть давала просто проскользнуть пальцу по сторонам. Тут же мне этого с легкостью сделать не удается. Чтобы меня понять, просто попробуйте поиграть в файтинги. Чтобы использовать крестовину по разным нуждам, по типу переключиться на другое оружие, она нормальная. Но вот чтобы играть в файтинги, она мне понравилась не так сильно, и это, к сожалению. Кстати, попрошу вас высказаться в комментариях насчет крестовины, поскольку я не понял ее сок, и вообще она мне показалась слишком громкой. Вот, кстати, так звучит геймпад. Что касаемо кнопки Share. Лично мне она показалась немного лишней, и ее расположение не очень удобным. Во-первых, ее проблематично нажимать правым большим пальцем, поскольку ты задеваешь иногда стик, ну, если ты удобно держишь геймпад. Ну, а во-вторых, чтобы записать клип, ее нужно немножко подержать. И, так скажем, в плане скорости, мне, наверное, проще и удобнее нажимать именно кнопку Guide и X, нежели зажать и подождать, чтобы записать клип. Да, если что, один раз нажать — это скриншот, а подержать — это записать клип. Все эти дни у меня мелькали MLG Pro Moment, но я почему-то не пользовался данной кнопкой, не знаю, может быть, из-за привычки, может быть, что-то еще. Для многих это может быть и удобно, но для меня как-то не особо. Для скриншотов — да, а вот для записи видео — прям вот непривычно. Кстати, за счет того, что убрали вот эту вот выемку, вживую геймпад будто помолодел. И за счет этого стало немножко удобнее нажиматься кнопкой Home. Стики по размерам и ходу остались такие же, но сама резина стала более гладкой, и стики все еще трутся о бортике, оставляя такие вот царапины. Но опять же, это нормальная практика, и в общем стики такие же удобные. Геймпад, если что, все еще на батарейках. И многие могут сказать «О май гарбл, Данила, что это за прошлый век? Как так?» Но лично для меня это свобода выбора, поскольку ты можешь либо вставить батарейки, либо купить аккумулятор, либо вообще просто играть по проводу. И как бы я не вижу в этом какой-то проблемы, поскольку это просто дело выбора. Просто слышав новости о том, что DualSense держит около 5 часов, когда используют абсолютно все новые функции, ну мне кажется, что это мало. Может быть это и не критично, но мне проще поменять батарейки или просто подзарядить аккумуляторы. Кстати, батарейки, которые у меня были в комплекте с консолью, они у меня прожили где-то около 3 суток. Также в этом геймпаде есть разъем под Type-C, и для кого-то это может быть удобным. Кстати, на Xbox Series есть новая технология, которая якобы позволяет уменьшить отклик на старых и на новых геймпадах. Но если честно, я каких-то изменений не заметил, и надеюсь, что замечу тогда, когда у меня будет моник или телек, который будет поддерживать 120 Гц. Ну и конечно, маленькую задержку воды, чтобы ее все ощутили. А теперь мини-забавные замечания о геймпаде. Если что, задняя крышка старого геймпада не подходит к новому. Многим это может показаться мелочью, но это далеко не так. Вы наверное знаете о существовании дополнительных аксессуаров по типу неоригинальных аккумуляторов, и дело в том, что они заряжаются либо через свою док-станцию, либо через провод напрямую к аккуму. Так вот, проблема заключается в том, что если вы купите такие вот аккуму для геймпада Xbox One, крышки для нового уже не подойдут. И немножко вас расстроит по поводу того, что баг геймпада по поводу жужжения, к сожалению, не ушел. И все еще, когда вы вставляете и USB, и обычные наушники через джек, начинается вот такое вот жужжание. В целом геймпад стал лучше, его намного удобнее и приятнее держать, но вот крестовина, она немножко меня расстроила. В любом случае, если вдруг вам не нравится новый геймпад, то вы без проблем к Xbox Series сможете подключить старый, также вы новый геймпад можете подключить к Xbox One, то есть в этом плане у Xbox нет каких-то ограничений. Так скажем, тот смысл, играя на чем хочешь, все еще поддерживается. Разбирая вот эти все маленькие изменения, на мой взгляд, самое важное это то, чтобы данный геймпад, именно все новые геймпады, ну по сути, были долговечнее, чем геймпады от Xbox One, поскольку у меня была такая тема, что у меня ломались стики, у кого-то ломались бампера, и надеюсь, что вот именно с этими геймпадами все будет в порядке. А так, в принципе, очень доволен, что майки все-таки смогли сделать геймпад еще лучше, чем он был. На этом, в принципе, все, если вам понравился данный обзор, то обязательно с вас лайкусик, ребят, я старался. Также не забывайте подписываться на канал, ну и пишите свое мнение о данном геймпаде. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч! Продолжение следует...